Ваш медиафутбол это примерно да, но нет. Прокопа, прокопа. Мне как бы ни тепло, ни холодно. Я посрал, отдал оценку. Не плачь-то я. Благодаря тебе хоть броуки, знаешь, что такое, то дрот. Привет, друзья, это Егоров. Давненько меня не было на Ютубе. Все дело в том, что я делаю зубы. Выглядит это не очень. Я немного стеснялся, думал повременить, тем более через несколько дней проблема должна быть решена. Но появилось несколько причин, из-за которых я вернулся раньше времени. Первая причина. Я наконец-то сыграл футбол в матче. Это был матч легенд российского футбола против сборной звезд чемпионата России 8 на 8, который проходил в Сочи. Прекрасный турнир. И вот там я пинал мяч. Вторая причина. Пинал я мяч вместе с моим любимым игроком еще того Спартака до 2009 года. Потом, правда, этот человек Спартак бросил. Это Владимир Быстров. Ну и, конечно же, с лучшим футболистом современной России Андреем Сергеевичем Аршавиным. Вот так это было. В обороне у нас никого нет. Играем в удовольствие. Зачем тебе вратарь, если мы играем в атаку? А ты двойные не хочешь попросить? А что, примяшки давали? И в прошлый раз? А почему они мне ничего не запоминали? Всегда обманывают. Матч получился ярким. Аршавин цементировал оборону. Несколько раз спас свои ворота. Владимир Быстров в то же время даром не терял. Ему пивка предлагали всей трибуной. Пивасик. Нет, нет. Но, ребят, это не спортивно. Я даже забил гол. Хотя всем очевидно, что вратарь мне поддавался. Потому что не бегать толком, не даже ходить с мячом я пока еще не могу. Ну а в послебатчевой серии пенальти мы победили. Хоть Аршавин со всей дури долбанул в штангу. Ну а после матча и после завершения турнира, где, кстати, победила команда из Махачкалы. Поздравляю, Дагестан с победой. Мы сели с Андреем Сергеевичем в отель и собирались пообщаться минут пять. Но разговор затянулся более чем на полчаса. Обсуждали и медийный футбол, и прокопы, и мотию, и профессиональные отношения России и Европы. И много чего другого. В общем, вот беседа. Презентую. А зубы сделаю. Короче, все медийное сообщество, внезапно, вот эти вот молодежь, теперь относятся к Аршавину. Типа, почему он обосрал нашего Прокопа, сказал, что он потом не будет играть в Ботеве. Точнее, что Ботев, значит, такая слабая команда. Я обосрал, а дал оценку экспертную. Правильно. Ну, я ему желаю, конечно, удачи, но для меня тогда непонятен уровень Ботева. Десятое место чемпионата Болгарии. Ну, посмотрим, будет он там играть или нет. Ну, для меня лучше, чтобы он играл, но то, что я видел... Ну, там была фраза, что, типа, я видел Прокопа, если такие играют, идут играть Ботев... Да-да, просто Прокоп играл за наших болельщиков против Динамо. Динамо, я как раз пришел, ну, посмотреть. Не, ну, он на айфоне там в порядке, но я думаю, просто для Ботева, для высшей лиги Болгарии, но он слабоват. Но при этом он воспитанник Зенита, и, по идее, если так брать, сухой остаток, это воспитанник Зенита, который едет в болгарский чемпионат. А мог бы сейчас день там в ЮФЛ-очке играть за Зенит, еще чуть-чуть. В каком ЮФЛ-очке? Может, 533 года? Не, ну, сейчас, да, но тогда-то его... он уехал, его убрали, потом убрали из Трагину. Ну, куда его убрали? Ну, он уехал из Зенита, уехал в Трагину. Ну, наверное, не знаю, я не был, когда Прокоп был. Ну, то есть, фактически... Сначала я был, когда Прокопа не было, а потом, наоборот, меня не было, когда Прокоп был. Короче... И он, ты хочешь, ты к тому тянешь, что он воспитанник нашей Академии и я, и мы оба играли в европейских клубах? Ну, примерно, да, но нет. Ну, нет, фактически мы... Ну, вот ваш медиафутбол, это примерно да, но нет, вы понимаете, что это хорошее вообще. То есть, ты считаешь, что это реально фикция? Ну, то есть, фактически, это... Ну, для меня... Зенгаревичей берут молодого парня для того, чтобы он их подсвечивал в ТикТоке? Для меня это просто непонятный трансфер. И именно футбольного, ну, подоплеку я в нем не вижу. Если это так, то для меня это удивительно. Все, остальное мне, как бы, ну, Прокоп и Прокоп, то мне, как бы, ни тепло, ни холодно. Ну, а то есть, Кубки России тоже особое ничего не показал? Не, ну, может, показал, а в команде БР и вторую лигу, и чего? А вторая лига такие же инвалиды и пленные, как и... Как и медийная команда? Ну, а зато... Ну, не плачь-то, я... Ну, вот, так вот, благодаря тебе хоть Броуки, знаешь, что такое, Тудроц. Тудроц, это вообще, почему так назвали, у меня вопрос? У меня-то, думаю, была... Когда я пера слышал, что это по типу к Мату привязано. Оказывается, это какая-то игра, да? Или нет? Да я сам не знаю, честно говоря. Я думал, что это Дота, Дота. Вот, я говорю, только грех. Типа, Дота, я так думал всегда. Да я сам не знаю. Ну, блядь, проанализируйте, копните там в историю, в аналоге развития найдения медийного футбола. Не, я знаю, почему Амкал. Да не стесняйся, мне это все равно. То есть, единственное, что ты знаешь, я не хочу это узнавать, поэтому... Ну, ладно. Для тебя вот этот бум медийного футбола, как ты думаешь, зачем в РФС в это во все ввязался, заявил эти команды? Эти там одна, по-моему, нет? Ну, почему Амкал, это брод для команды. А ты имеешь в виду в кубке? Ну, да. Ну, потому что, чтобы популяризацию кубку создать, в принципе, я считаю, это грамотное решение. И в Англии вообще там играют тоже, знаешь, это, я не знаю, сборная пивного какого-нибудь завода. То есть, там и наоборот, истории про эти команды, так же вот, как здесь, про эти две медийные или три медийные, или точнее, про любительские команды было. Там это тоже, когда они, ну, реально, там куда-то доходят, или донаты, там деньги собирают. Там же вообще 8-9 лига может играть. Поэтому, ну, в этом плане, ну, мне кажется, хорошее решение. И своевременное. Слушай, если брать других медийных футболистов, как-то раз снимались челленджи с Мотей. И после этого, буквально там через год, я услышал вопрос, а где Моти, типа, как у него дела? То есть, Моти, это немножко другой формат, он больше похож на футболиста, чем Прокоф. Да не, Моти просто, на самом деле, он был лучшим бомбардиром, и лучшим игроком стал UFL 1. И для меня удивительно было, ну, что, во-первых, он там поехал куда-то непонятно в Латвию, и так далее, я вернулся, но он, ну, точно, в принципе, я его котировал, как, ну, нормально, серьезного футболиста. Ну, то есть, прям реально нормально, серьезный футболист, качественный, да. Ну, в принципе, у него, что, хорошее тело, у него неплохая скорость, удар, ну, технику. То есть, в принципе, ну, футболист со всеми данными, которые нужны. Заканчивая про медиафутбол, тот факт, что команды 2-го дивизиона, и неважно, да, там подгоняют народ в Амкало Тудроц, которые там где-то в Армении поиграли, еще где-то, но сам факт, что люди, которые находятся в постоянном тренировочном цикле, и сейчас команды, там, как звезда, которые обыгрывают родину из ФНЛ, получается, что, значит, у нас так все во второй лиге болотисто совсем? Нет, в второй лиге очень низкий уровень, очень низкий, потому что вот сейчас, ну, в день-два мы уже играем, и, к сожалению, еще пока рискуют не попасть опять в первую шестерку, что для меня обидно, но реально я просто еще получилось так, что я на Электрон попал, они играли с Нижним Новгородом, и наши там попали 3-0, но для меня тоже нет каких-то, не было для себя меняемых объяснений, как футболисты Зенита 2 могут проигрывать футболистам, которые играют за Электрон. Ну, и, в принципе, что я потерялась во втором круге, когда они дома обыграли 6-0, ну, и вообще, как бы, низкий уровень. И футболисты, которые, ну, я знаю, там, за последние годы, которые играли там в ВФЛ, в молодежных первенствах, они там во второй лиге, ну, и как они остаются в футболе. Опять же, если посмотреть на медиалигу, там пытаются как-то ситуацию немножко разыграть покрасивее, то есть делают там чистое время, красный мяч. И вот сегодня утром мы разговаривали, и я услышал, что вроде как в Европе тоже есть такие идеи, чтобы когда-то сделать чистое время. Ну, не в Европе, на самом деле, естественно, люди, которые, то есть у ИФА на что заточено? Чтобы как можно больше вокруг футбола собирать денег, да? И, естественно, что все следят за молодым поколением, да, которое, наоборот, отток. То есть чувствуется, что вовлечение в футбол у молодых, оно... Они способны смотреть 90 минут. Да, они, ну, оно уходит, а его надо сохранять, потому что это следующий пользователь, да, и кто будет вносить деньги. Поэтому я очень часто слышу, что будет чистое время, скорее всего, или там три тайма будут разбивать, чтобы и больше места для рекламы было, поэтому... То есть это прямо на уровне топов... Ну, в УФА, да. А, то есть фактически, что условно, ты играешь, пауза или какой-то тайм-аут там на минутку, раз, рекламу ставили посредине матча, чтобы она не появлялась. Ну, понятно, что как-то будут лоббировать, но очень много я просто про это слышал, что именно изменения формата вот этих не два классических 45 минут, а либо чистое время, либо там три по тридцать делать. Ну, это было бы интереснее? Да я не знаю, ты пока не попробуешь, но мне, я-то такой ретроград, я вообще консервативный. Мне вот, например, не нравится, что сейчас разыгрывать мяч можно внутри штрафной. Я считаю, это вообще полная пошлость, ну, для меня, потому что тогда теряется смысл... Отворот, конечно. Да, отворот. Теряется смысл и логика этого. Ну, штрафной, ну, кроме для назначения пенальти. Ну, поэтому я ретроград, но я, ты знаешь, в принципе, не особый сторонник Вара. Да, Вар-то особо ничего не изменил, все так же срутся. Не, ну, это в нашем чемпионате, ну, в Европе все равно, мне кажется, более как-то... Во-первых, меньше времени тратится, но мне, как кажется... Мне кажется, он с Варом скандалов больше судейственно стал, чем до этого. Ну, точно, точно не уменьшилось, может быть, на том же уровне. Не, ну, раньше-то просто можно было сказать, он там рукой сыграл, вот так или так, а сейчас он смотрит... На самом деле, они еще эти трактовки, видишь, для чего они эти трактовки. Раньше две трактовки, либо мяч тебе попал в руку, либо ты сыграл рукой, ну, да. Либо одно, либо второе. Ну, либо мяч летит в ворота, у тебя рука здесь... А сейчас столько, столько трактовок под 25, любую трактовку под любое решение, которое ты хочешь, ты можешь подвести. Вот так вот руку отставил, говоришь, она опущена... Да нет, да, меня еще раздражает, что защитники, ну, вот так вот отбирают мяч. Даже вот вчера, частяк, когда сначала идет, ну, неестественно, да, вроде, потом эти руки, блин, ну, приводят там, где они вроде должны быть, так и ему в руку, там, в руку мяч попадает, понимаешь? Ну, для меня это просто тоже, вот так вот отбирать мяч, ну, я просто вспоминаю себя, когда мы в лагере, там, сколько, наверное, лет... Ну, совсем маленькие были, мне кажется, лет 10, наверное, нам было. И еще на песчаном, на песочном поле играли против девчонок, и вот, чтобы, как бы, это уравнять состав, реально руки нам завязали. Ну, а мы там все в футбольной команде были, я думал, блин, ну, а девчонки там, ну, старше, наверное, нас были, ну, разные возрасти, там, все в пионерском лагере собрать. Я думаю, блин, ну, какая разница, мы их обыграли. А реально, попробую, завяжу руки за спиной, и вообще все теряется, уже ты по мячу... Ну, во-первых, ты уже бегаешь по-другому, не так быстро. Ты там не можешь в борьбу влезть, и... А сейчас все защитники вот так вот относятся по штрафной. Да, то есть для меня, ну, это неестественно. Ну, это, я считаю, это идет во вред футболу. Поэтому ты как раз не хочешь участвовать во всяких медиалигах? А почему? Чтобы не участвовать в коммунале. Да нет, ну, мне просто... Ну, для меня это не футбол. Ну, если с точки зрения спорта, ну, спорт я уже не могу дать результат. Я говорю, не, это угар только, ну, что неинтересный этот угар именно такой. То есть для меня футбол – это спорт, это результат. И... Ну, спорт – это результат. То есть результат. Субтитры сделал DimaTorzok